здравствуйте уважаемые мастера тема нашего видео называется как тут конопатить это разговор идет о тех домах из бруса в которых или изначально было уложено не до недостаточное количество вот этой конопатки либо они как вот профилированный брус и клееный брус укладывается на какие-то там несусветные прокладки внутренние а снаружи могут быть тонкие щели в которые металлическая линейка проходит в общем ты никак и не законопатишь а ветер продувает такую стену очень замечательно и мы хотим предложить свои приемы как это можно хорошо сделать ну вот построили люди небольшой домик из бруса конопатить клали ленту там паклю где клали где не клали и сейчас вот даже они там внутри говорят что ветер продувает большинство стыков и как его им конопатить если конопатить то в общем то и некуда плотно там все это лежит эти бруса и проконопатить проблематично где-то есть небольшая щель а некоторых местах щели нету то есть она на фактически есть металлическая линейка лезет а конопатить не получается и вот я их научил как это делать ну и на втором объекте заказчик также нам показал эту же историю с внутренней стороны у него щели оказались более широкие с наружной стороны они поуже то что с внутренней стороны как я подумал быстрее сохнет с той стороны есть возможность конопатить а снаружи все очень плотненько но вот у нас и стена есть и трещины есть в брусах а щели между брусьями как вы видите они неравномерны где-то она есть где-то ее нет и не везде можно тогда получается проконопатить а конопатить надо многие люди понимают это когда они уже живут в своем доме обшитым многими слоями дорогого материала и задается вопросом почему же тепла то нет где же тепло мы отапливаем дом а тепла нет как только ветреная погода температура сразу может опуститься до 10 градусов и тогда срывает всю эту дорогую обшивку и начинает конопатить свой дом ну начинает пытаться конопатить а вот вы видите вот этот угол между какими-то брусами есть где конопатить а в некоторых оно так плотно сидит что щелочка есть но туда ничего не вставишь ведь две волосинки из этой из пучка пакли вынув вы же не сможете ими проконопатить особенно много хлопот проконопатить дополнительно вызывает вот профилированный или профилированный клееный брус та прокладка которая идет в комплекте с этим домом она вот только в этот паз вставляется который сейчас с торца этого мы видим а все остальное вот эта вся остальная щель она абсолютно ничем не прокладывается но все равно это вот этот стык он всегда бывает продувной при хорошей силе ветра дома может даже колыхаться ковер если он висит на этой стене до такой степени может быть продувание и как вот про конопатить вот такие вот сложные вот такие вот сложно прилегающие брусья люди даже не себе не представляют и куда там все ссувать и как как это все делать правильно те люди которые выполняют работы по сборке вашего дома они конечно могут вам сказать очень много доводов своих привести что конопатка это вообще не нужно что их не брусья они идеальные что клееный брус он никогда не рассыхается и никакие трещины не образуются это все слова чтобы меньше работать в любую любой под любой брус можно укладывать свое свое какое-то там уплотнение соответствующее оно и имеет разницу по толщине и по плотности вот как видите вот идет сборка дома никакого уплотнения не вкладывается знаете такой порядок если уплотнение должно быть то даже в межкомнатных перегородках это уплотнение должно быть ровно такой же толщины какое в сопряженная с ним внешних стенах потому что происходит тогда неравномерная усадка дома и не нужно экономить на этом специальная тепловая камера в подобных домах показывает большие зоны промерзания в стыках и по углам и я вас уверяю что это все происходит в результате плохое уплотнение между бревен либо между брусом и наша задача полностью избавиться от этих вот зон в которых проходит холодный воздух все наше предложение заключается в том что вдоль той щели которую вы хотите проконопатить по самой щели нужно произвести пропил пропил должен быть на глубину 2-3 сантиметра и быть где-то 5 миллиметровый ну 4-5 миллиметров толщиной был пропил во всю длину вот этого стыка с наружней стороны либо с внутренней с той стороны где вы хотите проконопатить для этого много ума не надо для этого нужна простая вот такая машинка электрическая циркулярная которую вы держите в руках и которая пилит вот этот пропил как вот вы видите прямой пропил это в обычных в обычных квадратных квадратного профиля брусах либо сложного профиля брусах с прямой вот этой внешней кромкой сопряжения либо вот косой пропил нужно делать в сложных профилированных брусах потому что там на нас пропил должен совпадать вообще вот с этой зоны сопряжения но есть некоторые виды профилированного бруса в которых наша методика абсолютно работать не будет вот подобный профиль перед вами и здесь как-либо пилить никакого эффекта не даст потому что мы просто будем выпиливать рейки из места стыка брусев надо знать какой у вас профиля ваш брус чтобы разобраться если вот такого профиля как на этом кадре то такой брус нашим способом конопатить нельзя для этого нам будет необходимо маленькая вот такая вот машинка надо купить именно маленькую легкую да для такой объемной работы не жалко купить подобный инструмент не надо покупать что-нибудь дорогое и очень импортное достаточно купить что-нибудь более-менее известное отечественное мощность там особой роли не играет я почему именно говорю что легкая потому что работы будет много и на вытянутых руках большой аппарат держать будет очень трудно толщину пропила можно задать наложением одного пильного диска на другой если вы купите два равных по диаметру наружному и внутреннему пильных диска желательно покупать для этого редкозубые пильные диски широкими пильными напайками максимально широким пропилом если вы два таких диска наложите друг на друга и сдвинете один один относительно другого по оси чтобы зубцы не ложились друг на друга а зубцы одной пилы попадали в проемы между зубьями другой пилы и в таком виде вот эту пару вы оденете на вал этой машинки то если вы сумеете все это правильно закрепить у меня лично получилось вот это закрепить как положено если вы все это сумеете правильно закрепить надо чтобы человек с правильными руками вам по крайней мере закрепил вот это и сказал что этим можно работать и тогда вы уже получите пропил 5 миллиметров не меньше если вы купите самые широкозубые вот эти пильные диски вот эти редкозубые и можно будет прекрасно ими пропилить есть специальные конечно диски в продаже которые устанавливают на станки на циркулярные для того чтобы делать широкие пазы пропиливать там эти диски продаются парами и к ним продается еще комплекты колец которые могут устанавливать определенную дистанцию между двумя пильными дисками чтобы регулировать ширину пропила ну я такие диски не знаю как они поставятся как они встанут на такую машинку ну у кого есть можете попробовать и ими потому что ими можно достичь чуть большего толщины пропила но больше чем 5 миллиметров я уже не рекомендую делать при выборе подобного оборудования вы должны проконсультироваться у продавца если регулировки по наклону пильного диска и по регулировка по глубине пропила пильного диска в подобном оборудовании что очень важно потому что маленькие машинки могут вообще никакой регулировки не поддаваться по полученному пропилу уже проконопатить никакого ума не надо для этого годятся и женщины и парни подростки и девушки дочки лишь бы вы им дали нормальный инструмент в руки купить то чем вы будете конопатить тоже никакого труда не составляет вы можете это купить на любом лесоторговом складе самое главное проконопатить как верхнем левом углу нашего кадра нарисовано качественно и на всю глубину подойдет подойдут любые инструменты которые вы можете найти подойдут и любые вот эти отбойные лопатки и все что угодно лишь бы оно как следует туда могло загонять этот утеплитель убили утеплитель вот этот конопатку нужно туда забивать плотно очень сильно свивая его скручивая в какую-то косичку до звона чтобы у вас весь дом дрожала от вашего от вашей конопатки если вы будете конопатить а поставите девочек отверточкой заталкивать туда в щелочку вашу конопатку то никакого толка не будет нужно колотить так что во всем доме было слышно и невозможно было там просто отдыхать это очень серьезная задача и от этой конопатки зависит вообще тепло вашего дома если замечу еще одно конопатить снаружи более вернее чем конопатить изнутри потому что если вы будете конопатить только изнутри и пожалеете вашу внешнюю обшивку снаружи то у вас конденсат и влага будет накапливаться между бревнами и в пору потепления она будет полностью впитываться ваши бревна конопатить нужно и снаружи и снутри это более верно при выполнении этих работ соблюдайте все меры предосторожности и техники безопасности потому что даже такая маленькая машинка может отрезать вам ваше достоинство соблюдайте полностью меры безопасности держите инструмент в руках крепко и тогда все будет прекрасно слушайте советы умных людей подписывайтесь на наш канал